Всем привет! В руках движок от советской стиралки и сегодня я попытаюсь сделать то, о чем давно задумывался. Почему от стиралки? Да это же самый доступный и бюджетный вариант и по сей день. Но прежде нужно кое-что для него сделать. В качестве материала использую остатки металла, в моем случае сороковой уголок. Зажимаю в тиски, размечаю и режу. На двух отрезках уголка делаю разметку под корпус двигателя, но полуовалом решаю не вырезать. Предпочтение даю линейной форме из-за простоты работы болгаркой. По паре отверстий в новоиспеченных деталях сверлю в самой узкой части из-за особенностей крепления к корпусу двигателя. Две детали готовы и это только самое начало. Нужно было теперь эти детали жестко соединить. Остаток металлической полосы как раз кстати. Из полосы я сделаю пару прямоугольных деталей, чего можно было бы и не делать, имея полосу нужной ширины. Теперь двигатель, который уже заждался во избежание промахов по посадке и отверстиям, конечно же лучше навесить все составляющие. Откручиваю гайки со стягивающих шпилек и примеряю уголки. По отверстиям все хорошо, все четко, вот с длиной болтов не совсем порядок. Все бы ничего, но шпильку на 5 миллиметров по месту не нашел. Расверлить не вариант, потому как на уголках отверстия и так уже слишком близко расположены к краям. Головняк на ровном месте, даже прутка на пятне оказалась в наличии, чтобы сделать удлиненный болт. Недолго думая, принял решение немного поизвращаться, предварительно разметив шпильку. Разрезав обе шпильки чуть выше середины, дополнительно приготовил пару мелких отрезков с каких-то винтов. Теперь не нужно было сварить, тем самым их удлинить. Для полуавтомата задача непростая, придется прибегнуть к аргонно-дуговой сварке, которая позволяет производить более утонченную работу. В качестве прутка выступит проволока с полуавтомата диаметром 0,8 миллиметра. Сварщик ТИК аппаратом с меня уровень 80 практики, очень мало, потому как варить не особо им и нечего. Да и сам процесс довольно-таки щепетильный и медленный, и поэтому всегда смотрю в сторону полуавтомата. Пока что делаю прихватки, выстраивая стержень полностью. Вроде неплохо, теперь самое главное все это дело заполнить металлом. Сварочной проволокой старался это делать аккуратно, настолько, насколько у меня это получалось. И вот что в итоге получилось. После обработки лепестковым кругом вышла вполне себе такая нормальная шпилька. Попытка номер два и проблема решена. Не хватавшей длины теперь было предостаточно. Зафиксировав уголки и приложив прямоугольные детали, я обвариваю все по кругу. Получилась такая вот платформа под двигатель, но не совсем еще готовая. Пара 20 уголков, сделанных из торгового, ибо в наличии другого просто нет, послужат дополнением к основанию платформы, лишь только нужно будет их приварить. Деталь готова, приступаю к следующей. 40 квадратная труба подлежит разметке и последующей резке болгаркой. Помимо отверстия, которое необходимо просверлить, нужно будет сделать еще такой вырез П-образной формы с обеих сторон. Готово, двигаюсь дальше. И опять та же труба 40 на 40. В этом случае все гораздо проще. Не нужен был просто отрезок от этой трубы. 40 уголок, с которого мне нужно будет срезать всего-навсего 4 отрезка и привести их в божеский вид. 65-й швеллер – это то, что у меня не завалялось. Пришлось ехать на металлобазу. Размечаю и режу по 1 метру 2 отрезка. Далее щеткой на болгарке привожу поверхность в надлежащее состояние. Листовой металл четверка, разметка под прямоугольную деталь. Таковых мне понадобится 2. При стыковке швеллеров нужно будет выдержать небольшой зазор. Использую обычную бумагу формата А4, сложенную вдвое. После ранее вырезанные две детали из 40 трубы и один остаток выступают в роли проставок. Сверху еще по одному сложенному листу и только потом я прикладываю швеллер. После чего в торцы каждой из сторон можно приварить заглушки из 4-мм прямоугольников. Вынимаю проставки и вуаля! Отличный зазор, такой как надо. Уголок, который я подготовил чуть ранее, немного подрезал стенки и приварил по краям с обеих сторон. Теперь и эту деталь пока в сторону. Листовой металл в 1 мм. С него мне нужно вырезать всего лишь небольшую полоску. В последний момент за основу решил все-таки взять дюймовую трубу. Но и миллиметровая полоска тоже пригодится. Два колечка из трубы с удаленной частью стенки отлично подходят как корпус для подшипника. Два ушка из полосы, которые все-таки пригодились, привариваю аккуратно тик сваркой. Можно было конечно и полуавтоматом, но по возможности стараюсь практиковаться. Чем чаще, тем лучше. Вышли такие вот хомутики. Немного подправлю в тисках и просверлю отверстия под винты. После приварил к стенке швеллера 1 и 2 хомут. Остаток швеллера пока еще необходим. Не весь полностью, лишь небольшой отрезок. Пластинами из четверки заглушил торцы и разметил расположение отверстий. Деталь готова, продолжаю дальше. Теперь нужно было расположить двигатель на станине. Для правильного его размещения не то что желательно, а необходимо было установить шпильку с гайками на свои места и приварить площадку под двигатель. Швы конечно еще не моднявые, как у мастеров, но по крайней мере держат крепко. Два болта на 12 для следующих деталей, мне приходится их разрезать. Также два отрезка прутка диаметром на 8, подлиннее их совсем короткие. После обработки краев их нужно было сварить между собой с небольшим смещением по оси. Из шпильки и двух гаек сварил пару рымболтов. Из листового металла толщиной 6 мм сделал пластину с отверстием и двумя направляющими. В отрезке полдюймовой трубы просверлил отверстие и приварил гайку. 16-й кругляк зачищаю и срезаю пару отрезков. В торце одного из них сделал небольшое углубление по форме прилегающей к стенке. Сварил и еще одна деталь готова. Снова 6-ти миллиметровка. Из нее я вырежу просто пластину с отверстием посередине. А это уже 4 мм. Пришлось затащить этот нелегкий кусток ради двух небольших кружков, которые я вырежу плазморезом. В каждом из них сверлю по отверстию. Разница лишь в диаметре. Понятно, что идеально ровно вырезать круги не сложилось. Обработать края доступным способом можно разве что зажав патрон станка болт закрепленным на нем кругом. Болгаркой с лепестковым кругом шлифую вращающуюся деталь. Вышла довольно-таки неплохо. Форма близка к идеальной. Еще несколько манипуляций с гайками, в которых я просверлил по сквозному отверстию и пары отрезков прутка. И получились отличные ручки. Теперь приступая к сборке подручника. Крутку с гайкой нужно было приварить к коробу. Для четкого использования данной задачи использую магнит и угольник. Для фиксации подручника изготовил барашковый болт. Остается собрать все до кучи и посмотреть, что из этого всего вышло в плане работоспособности. А вот собственно и принцип работы эксцентрикового болта. Проворачивая пластину тянет вверх, прижимая к станине. Сцепление настолько сильное, что подручник с места не сдвинуть. После того, как все основные детали были произведены, приступаю к установке передней опоры. Здесь пока нет ничего сложного. Можно обойтись угольником для соблюдения четкого угла. К сожалению, в этом проекте не обошлось без токарки. Несколько деталей пришлось выточить. Пара деталей точились из куска трубы, которую мне приходилось разрезать и подгонять под необходимый размер. Поэтому вы видите эти неровности. Тут все немного сложнее. Две детали мне нужно было разместить и приварить строго по одной оси в расположении. В качестве проставок буду использовать 15 уголок. Вариант такой. Фиксирую прихватками два отрезка трубы и после переношу на опоры, приваривая проставки к тем же опорам. Удерживающие пластины, задние опоры выставляю и привариваю. Теперь можно смело приварить сверху две трубы, пока скреплены вместе, не боясь, что нарушится соосность. И последнее разделение. Аккуратно болгаркой удаляю сварные точки и дело сделано. Также необходимо небольшое прямоугольное отверстие. Там я планирую разместить кнопку включения-выключения. К шляпкам болтов приварил рукояти для логического завершения этих узлов. Проверяю на надежность работу эксцентриковых прижимов. Работает отлично. Покрасил все элементы станка и на следующий день приступил к сборке. Решил по традиции использовать два цвета для более яркого внешнего вида. Верхнюю часть станины конечно же не красил, замаскировав ее малярным скотчем. Далее аккуратно собираю все детали, стараясь не повредить твежую краску. Под подшипники посадка очень плотная. Пригодился резиновый молоток из прошлого видео. Обязательно буду использовать упорный подшипник, предусмотренный под осевую нагрузку. В качестве проставки шайба и следом обычный радиальный подшипник. После гайка и ведущий центр становится на свое место. На ведущий вал теперь нужно одеть шкив, который я нашел свое время на барахолке и как видите он пригодился. Шкив на двигатель также с барахолки и прекрасно садится на переходник к двигателю. Теперь собираю задний упор. Пара гайк для надежной фиксации ручки. Следующий этап сборка внутрянки. Также буду использовать три подшипника, два радиальных и один упорный. Проверка на соосность центров и почти идеально. Упустил из вида заглушку в задней части опоры, придется исправлять. Пара шайб, сварка, покраска и проблема решена. Продолжаю сборку, вкрутив шпильку в упор. С внешней стороны шайба с гайкой, а сверху установочный винт для ограничения хода упора. Еще одна гайка и круглая ручка, которую я фиксирую проволокой через отверстие. Работает отлично и очень мягко. Также собрал подручник и остается подключить двигатель. Подключил через конденсатор и кнопку. Заострять внимание не стал, потому как там нет ничего сложного. Станок собран, получилось вроде неплохо. На вид простой, но пришлось потрудиться, конечно, над изготовлением деталей, что, в свою очередь, отняло немало времени. Надеюсь, оно того стоило, ведь впереди я обязательно его испытаю. Расположение кнопки на станине очень удобно. Двигатель не шумный, находиться рядом с работающим станком комфортно. Переставление ремня занимает считанные секунды. Достаточно сместить двигатель с помощью ручки и перекинуть ремень на другой ручеек. Как и обещал, немного потестим токарник. Отрезал из черенка его часть и попробую чего-нибудь довыточить. Последний раз я это делал в школе на уроках труда. Думаю, большинство в такой же ситуации. Вот так сходу и без навыков можно сделать, ну совсем, наверное, что-то простое, исключительно импровизируя на глаз. Проволоку из полуавтомата выжигаю кольца 200 пищевых. Получилась неплохая ручка для напильника, которой не было с момента покупки самого напильника. Еще один отрезок и небольшая задумка сделать то, что уже давно никак не сделаю. Размеры также от балды, поэтому сильно не заморачиваюсь. Процесс оказался весьма увлекательным. Время летит в ожидании, что получится в итоге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ручка на печку взамен той, что от температуры со временем развалилась. Специально сделал короткой, подальше от основания. Может прослужит дольше. Станок я сделал не конкретно под эту пару ручек, а чтобы был всегда под рукой выточить всякую мелочевку. А может и чего поболее. Длина станины позволяет. Ваше мнение и замечания буду рад прочитать в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем пока!